всем привет друзья у меня тут быстрое подключение сижу вижу думаю сейчас я весь свитер свяжу и вам что ничего не покажу короче вот такое пока что франкенштейн у меня получается значит горловина как я и говорила ниточка чуть толще и я ее оставила скорее всего на низ и на рукава ну смысле на обработку да потому что пряжа чуть толще и мне кажется что она будет так заметно видна но посмотрим в общем пока такой смешной получается дружок буду держать вас в курсе и 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 всем привет друзья ну что хочу вам показать итоговый вариант в общем того что у меня получилось напоминаю да что мы вязали из остатков ничего не покупали все что было в общем-то в наличии мы должны были пустить в дело соответственно под чистить все свои остатки и соответственно сделать какую-то классную вещь в общем я думаю что у меня все получилось значит вот такой вот джемпер но единственно что после стирки я его сложила для того чтобы он там не пылился ничего и соответственно вот в таком виде сложенном у меня лежал короче вот такого джемпер получился это примерно на рост наверное 110 116 у нас сейчас мы носим сам рост у нас где-то 100 101 сантиметр носим и 104 ну 110 обычно так ну 104 в основном иногда даже 98 можем носить поэтому он нам знаете такой как будто бы как вот есть худи такие оверсайзные вот примерно так же я ну естественно мерила на ребенке классно смотрится с джинсиками вообще супер моднячий моднячий парень поэтому на самом деле очень я довольна в принципе я знаю да что все такие полосатые вещи они классно смотрятся ну повседневными да такой стиль casual какие-то черные штаны да или какие-то джинсы не знаю там заужены не заужены ну короче не важно да любые в общем то потому что здесь базовые цвета но даже если не такие базовые вы берете то все равно это смотрится достаточно классно значит здесь у меня да если вдруг не смотрели первую часть я оставлю ссылочки а значит здесь у меня только меринос стопроцентный разного метража на самом-то деле потому что лежал что золотился не нравится мне то в общем здесь на самом деле помесь бульдога с носорогом у меня естественно я выбрасывала все этикетки все 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 ну потому что да я закончила и как бы наводил тут порядки у меня оставались какие-то совсем маленькие пупышечки поэтому ну я уже решила их не хранить потому что в этом нет никакого смысла из них уже точно ничего не сделаешь в общем что вот этот вот голубой я точно помню это baby full 50 грамм 90 метров стопроцентный меринос значит вот этот темно-зеленый вот этот вот бежевый это лана гросса как-то кул вул что-то там по-моему 120 метров ну в общем тоже стопроцентный меринос вот этот красный это дропсовский стопроцентный меринос и мирина экстра файн вот этот темно-синий до которым обработка на самом деле мне очень нравится как она получилась что-то мне кажется да фокус у нас покинула вот этот короче темно-синий это тоже дропсовский это как он там не мирина экстра файн а уже забыла как он называется ну круче потолще который до который по моему 90 метров или даже 70 метров бикмерина по моему вот он называется ну красный я уже сказал то дропсовский мирина экстра файн вот этот серый тоже мирина экстра файн вот этот вот мятный это тоже baby full зеленый это лана гаттас макси софт серенький это мирина экстра файн ну наверное и все принципе все остальное я уже сказала вам вот ну и соответственно то здесь у меня видите есть некоторые полосочки которые на рукавах не повторяются потому что у меня ну просто не хватило пряжи но на самом деле мне в принципе нравится так что здесь какие-то узенькие полосочки да а здесь достаточно широкие на рукавах вот потому что ребенок кто-то в песочнице то еще где-то болтается ну поэтому в общем то мне кажется это здорово ну и прикольно мне нравятся вот эти вот красные обработки единственно что у вас чуток перевирает цвет он не такой ярко-алый он все-таки более такой вишневый наверное так я бы сказала вот вес его 256 грамм то есть принципе ну для детской вещи достаточно неплохо с учетом того что это стопроцентный меринос гребеной и он достаточно тяжелый да то есть если кардного мериноса чуть ли не 100 грамм да или там не на 120 можно детский свитерок связать то ну гребеной он тяжеленький но в принципе мне кажется что все равно достаточно хорошо визуально кажется что здесь вот больше рядов чем здесь но на самом деле нет здесь все ряд в ряд просто ну вероятно как-то визуально смотрится здесь обычный реглан вообще как бы супер мега простецкий я естественно вывязывала росток то есть вот видите да вот этот вот серенькая полоса но можно сказать что это принципе весь росток тут я не помню я не записывала все размеры но что-то в районе 10 рядов я провязала ну потому что ребенок все-таки уже достаточно большой хотя я и новорожденному тоже вязала взять на росток не понимаю почему надо обделять малышей они же тоже как бы пропорциональные скажем тогда своему строению тела а вот ну и вот здесь вот за счет смены цвета немножечко вот эти вот ступенечки видны но если честно меня это абсолютно не напрягает потому что и так здесь все такое рябое и мне кажется здесь вполне себе нормально и прибавки по реглану да я делала не совсем равномерные то есть где-то вот до красной линии у меня было в каждом втором ряду потом я делала в каждом третьем ряду и потом я делала и потом я делала снова в каждом втором ряду вот но она после стирки все равно смотрится абсолютно такой прямой ну вот только вот здесь вот чуть-чуть да идет какой-то завертушечка вот рукава с убавками вот здесь вот я думаю что в принципе можно посмотреть вот здесь опять же да я делала вроде как переход цвета нормальный но вот где вот есть сильный контраст он все равно заметен хотя например вот здесь вот все прекрасно и все хорошо в общем несколько убавок я делала по рукавам тело прямое все как положено здесь я ничего не убавляла не добавляла ну короче все как есть и внизу вот здесь вот я боялась что мне не хватит красного цвета и вот пустила буквально тут наверно два ряда можно было третье еще запустить вот и мне на самом деле нравится вот эти вот черточки да на резиночки но никого прикольно так вот разбавляют хотя я знаю что многие очень не любят когда дали как то не подбираются специально петли чтобы было все красиво но меня это абсолютно не парит есть и есть эти черточки ну то есть как абсолютно вообще никаких проблем так ну наверное все что я тут про него рассказывают самый простой базовый джемпер но мы такие очень любим мне нравится на осень до ребенка можно спокойно в магазин отвезти в таком свитерочки то есть какой-то гольф свитер одеваешь да и например там допустим ветровка или даже без ветровки он тепленький тоненький да ну и как бы ребенок его одел он так я же говорю с таким напуском но он сказал что очень ему нравится и вроде даже не чесался хотя одел на голое тело меринос достаточно этот гладкий смысле мягкий да но все равно я при подношу при как сказать подношу к шее и ну все равно чуть-чуть не колкость а такая немножко шершавость присутствует но я думаю что это принципе в любой наверное шерсти не ко мне иногда даже и кашемир чуть-чуть почесывается так в общем короче вот такая вот вещица на самом деле очень рада что у нас состоялся такой проект вообще мне очень приятно ваша обратная связь то что вы поддерживаете да и уже многие даже связали себе такие джемперочки на самом деле это отлично вообще идея даже если вдруг у вас нет доставка вода вы покупаете пряжу строго там под проекты можно купить просто я не знаю там допустим там 10 мотков абсолютно разного цвета и просто их вот так вот скомбинировать сейчас во первых это популярно очень ну как бы актуально и мне кажется даже взрослому человеку такой свитрок будет в гардеробе классно носиться классно смотреться но потому что это действительно классная акцентная вещь которая мне кажется разбавит любой вообще гардероб даже если вы супер там базовую базу любите да и никаких сильно цветных до нюансов не особо сильно вот поэтому на самом деле рекомендую к вязанию всем кто хочет как-то утилизировать свои остатки или просто повязать вот такие веселенькие да я сейчас видела очень многие вяжут какие-то неоновые там розовый зеленый салатовый желтый какой-то там еще ну короче это очень круто смотрится очень ярко и прям так сочно осенью да как мы знаем что не всегда нам хватает красок какого-то такого цвета радости и веселья и такой свитер мне кажется точно просто внесет определенную живую струю вот так что все на самом деле на этом я буду прощаться огромное вам спасибо за просмотр а пишите вам ваши комментарии понравился вам не понравился потому что ну я знаю не все конечно любители до такого яркого острого вязания но мне кажется для детей так это вообще прям must have потому что ну когда как не в детстве носить какие-то яркие вещи потому что потом во взрослой жизни не всегда это уместно не всегда там не знаю хочется или еще что то вот а если да хотите поддержать наш совместный проект то вы можете вязать снимать видео выставлять в инстаграме да и отмечать нас девчонками на всякий случай напоминаю что я участвую естественно не одна нас трое это аня с канала анна пау и анна павлова да и соответственно оксана с канала ворм инженер мы вместе в общем-то да придумали этот проект и его реализовываем я очень жду что связали девчонки потому что я не видела вот в смысле я как бы предположительно знаю но не видела готовой работы и прям до конца до конца не знаю точно так что мне будет самой очень интересно в инфобоксе естественно будут ссылочки на девочек так что проходите смотрите не только эти видео но и естественно другие а вот так что но на самом деле небольшая заправочка наперед это наш не последний совместный проект мы сейчас снимаем еще один совместный проект поэтому если вдруг вы еще не подписаны то самое время нажать подписаться нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и у меня и у девчонок поэтому общем то будет много всего интересного классного так что надеюсь вам будет по нраву то что мы придумали все огромное спасибо вам за внимание и тогда всего хорошего пока пока